Представьте, что вы заходите в самолет и видите, что все кресла в салоне повернуты в обратную сторону. Скорее всего, вы подумаете, что это какая-то ошибка. Но сидение, повернутое спиной к носу самолета, на самом деле лучший способ добраться из точки А в точку Б. Почему? Номер один. Это лучше для здоровья. Исследования показывают, что кресла, повернутые в обратную сторону, безопаснее тех, что смотрят вперед. Они обеспечивают дополнительную поддержку головы и торса. Кроме того, их больший размер и более тяжелый вес обеспечивают защиту при ударе во время посадки или в случае экстренной ситуации. Сообщества автомобильных инженеров, которые создают стандарты безопасности в автомобильной и авиационной индустриях, говорят, что вперед смотрящие сидения позволяют торсу двигаться вперед. А это небезопасно для здоровья, так как наукой доказано, что наша спина в состоянии выдержать более сильный удар, чем наша грудь и живот. Номер два. Это так же, как с детьми. Дети до двух лет должны находиться в машине в автолюльке или в автокресле спиной к движению. Вам когда-нибудь было интересно, почему? Потому что так намного безопаснее. По статистике, риск травм на сидениях, повернутых назад, снижается на 70%. И по этой причине такие сидения также рекомендованы для самолетов. Если самолету придется резко затормозить, например, во время посадки, или еще хуже, он во что-то врежется, удар для пассажиров в таких креслах будет намного слабее. Номер три. Это экономит место. Авиалинии, которые установили кресло спинкой вперед в бизнес-классе, смогли поставить в салон 80 дополнительных сидений. Кроме того, в целом расстояние между креслами увеличилось примерно на 15% и добавилось 10 см места для ног. Ого! А недавно была предложена шестиугольная рассадка в экономическом классе, где кресла спинкой вперед и назад чередовались. Плюсы? Такие кресла легко складываются. Минусы? Пассажиру посередине вряд ли будет очень удобно сидеть. И у этих кресел есть подлокотники. Номер четыре. Отличный вид. В бизнес-классе вы не увидите крылья самолета и его двигатели, так как они будут позади вас. С креслами, повернутыми назад, вы сможете наслаждаться этим видом в течение всего полета. И кстати, если вы готовы отказаться от дополнительного места для ног, вы можете наблюдать тот же вид и в салоне эконом-класса. Номер пять. На них лучше спиться. Обычно самолеты летят под углом 1-2 градуса, а значит кресла, повернутые спинкой вперед, могут превратиться в горизонтальные кровати. При этом ваша голова будет лишь чуть выше ног. А в этом положении спать будет намного безопаснее и комфортнее. Номер шесть. Это весело. Если вы часто летаете самолетом, в следующий раз попробуйте забронировать кресло, смотрящее в обратную сторону. Тогда вы будете выглядеть не только пассажиром-новатором, но вам еще будет казаться, что вы летите в первый раз. Номер семь. Улучшенные условия полета. Пассажиры самолетов Боинг-777 двухсотой серии утверждают, что авиалинии, у которых есть повернутые назад кресла, предлагают дополнительные опции еды и умывальных принадлежностей. Но если это кресло в бизнес-классе, то это неудивительно. Так, раз у назад смотрящих кресел так много преимуществ, почему не у всех авиалиний есть такая опция? Но я не говорил, что эти кресла идеальны. Например. Номер один. Слишком тяжелые. Так как кресла, повернутые назад, весят больше в период смотрящих, самолет становится тяжелее. И чем больше вес воздушного судна, тем больше топлива оно потребляет, что естественно отражается на стоимости билетов. А такая опция вряд ли подойдет пассажирам экономического класса. Номер два. Никакого уединения. Некоторые часто летающие пассажиры отмечают, что смотреть на другого человека в течение всего полета довольно неловко. У одной женщины был даже очень интересный опыт. Она сидела в последнем ряду бизнес-класса, который смотрел на ряды эконом-класса. Как вы знаете, пассажиров первого и бизнес-классов обычно кормят раньше, поэтому ей пришлось есть свою еду, в то время как пассажиры эконом-класса смотрели на нее. А когда кресла расположены друг напротив друга, об уединении можно забыть. Правда, в первом классе бывают специальные перегородки, но мы же не все летаем первым классом, верно? Номер три. Никакого личного пространства. Один пассажир рассказал о том, как он совершал долгий международный перелет. В самолете кресла были повернуты в обе стороны и раскладывались в кровати. Когда пассажир проснулся посреди ночи, чтобы пойти в туалет, ему буквально пришлось переползать через своего соседа. И каждый раз он будил его. Номер четыре. Слишком дорого. Но не думайте, что авиакомпании внезапно решат повернуть все кресла в обратную сторону. На самом деле это просто невозможно. Чтобы оборудовать самолет креслами, повернутыми назад, потребуется полностью заменить старые, а это будет довольно накладно. Многие авиакомпании не могут и не хотят делать полную реновацию своих самолетов. Но и не все пассажиры к этому готовы, потому что... Номер пять. Вас может укачивать. Если вас часто укачивает в самолете, не исключено, что эти инновационные кресла не для вас. Скорее всего, ваш вестибулярный аппарат просто не справится с нагрузкой, когда вы будете взлетать и садиться спиной вперед. Пассажиры с такой проблемой жалуются на тошноту и головокружение в течение всего полета. Хотя, конечно, труднее всего переносятся периоды взлета и посадки. На круизной высоте вы вряд ли заметите разницу, в отличие от автобуса или поезда. Хотя даже вид из окна, где облака летят в обратную сторону, может дезориентировать. Номер шесть. Шум. Вряд ли у вас получится почитать в тишине, когда напротив вас будет сидеть группа людей. Когда несколько человек разговаривают одновременно, будет довольно сложно отделить свой разговор от разговора соседей. Кажется, что подобная рассадка даже была специально создана для бесед. Но иногда нам хочется просто поспать. Номер семь. Не самый удобный взлет. И если при посадке кресло, повернутое назад, удобнее, то при взлете все будет с точностью да наоборот. Обычно при торможении ваше тело подается вперед. Теперь же вы будете испытывать такие же ощущения во время взлета, потому что ваш торс будет наклоняться к хвосту самолета. И вам придется прижимать спину к сидению, чтобы побороть инерцию. Так что же лучше? Дискомфорт во время взлета или посадки. Выбирать вам. Номер восемь. Люди не хотят на них сидеть. Исследования, проведенные в различных видах транспорта, показали, что люди предпочитают сидения, смотрящие вперед. И не важно, путешествует пассажир поездом, автобусом или самолетом. Для него наиболее комфортно смотреть по ходу движения. И неизвестно, смогут ли пассажиры привыкнуть летать спиной вперед. Номер девять. Эксперименты – это рискованно. Полная модернизация салона самолета – это довольно рискованно и не гарантирует прибыли. Авиакомпания Southwest Airlines организовала лаунжевую рассадку только на один сезон. Семьи приняли эти изменения положительно, а вот с другими пассажирами все было не так гладко. Некоторым такая рассадка понравилась, а некоторые отнеслись к ней крайне отрицательно. Но самое интересное, что в свое время рассматривался салон со стоячими местами для максимизации пространства. К счастью, дальше идеи – дело не пошло. Не волнуйтесь, многое на борту самолета правильно. Вы когда-нибудь замечали, что салон самолета обычно выполнен в синей гамме? А все потому, что этот цвет обладает успокаивающим эффектом, что особенно важно для пассажиров, склонных нервничать во время полета. И будьте уверены, что авиакомпании и инженеры беспрестанно работают над тем, чтобы в салон самолета помещалось больше людей, но при этом, чтобы наши путешествия проходили с максимальным комфортом. А как хотели бы летать вы? Спиной вперед или назад? Напишите в комментариях! Если вы сегодня узнали что-то новое для себя, поставьте этому видео лайк и поделитесь им с друзьями. А вот и другие видео, которые могут вам понравиться. Все, что вам нужно сделать, это перейти по ссылке слева или справа. Наслаждайтесь и присоединяйтесь к AdMe!